Американский журналист Такер Карлсон не одумался, рискнул. Москва оказалась не такой древней, но с богатой историей. Мы стоим перед станцией метро Киевская и железнодорожной станцией рядом с ней. Станция метро была построена Иосифом Сталином 70 лет назад. Карлсон спускается в московскую подземку, сравнивает с американской и удивляется. Здесь нет граффити, нет грязи, нет дурных запахов, нет бомжей, наркоманов, насильников или людей, которые только и ждут, чтобы столкнуть вас на рельсы и убить. Нет, здесь идеальная чистота и порядок. И как вы это объясните? В интернете про то же Нью-Йоркское метро чего только не найдешь. Как в России, стране, которая, как нам говорят, является бензоколонкой с ядерным оружием, есть станция метро, по которой обычные люди каждый день добираются на работу и домой, и которая красивее, чем любая другая в нашей стране. В подтверждение сказанного американец публикует короткий ролик под музыку русского композитора Александра Глазунова. Карлсон вспоминает рассказы про нищий Советский Союз, дефицит, пустые полки в магазинах. Этот потрясающий снимок сделан в одном из российских продуктовых магазинов. На крышках консервов из говядины и свинины видны устройства от воров. А это разорванная в клочья российская экономика уже из прошлогоднего репортажа CNN. Так, по мнению канала, выглядит обычный поход россиянина за покупками. Такер идет на разведку. Супермаркет. Уже на входе неведомая инновация. Это эскалатор для продуктовых тележек. Так и задумано. Колеса не двигаются, они фиксируются на эскалаторе для тележек. Смотри, ма, я без рук. Закупается по-американски на семью из четырех человек сразу на неделю. Сейчас Россия славится своим хлебом, и это одна вещь, которую я могу оценить довольно хорошо. Низкоуглеводный образ жизни не захлестнул Россию. Слава небесам. Потому что я имею в виду, посмотрите на это. Он тоже свежий. Посмотрите на это. О, ну же! И здесь он в недоумении. Санкционка или нет? Все это, похоже, западная продукция. Марс, Твикс, Сникерс, Милки Вэй, Баунти, Джилет, Холлс. По-моему, выглядят довольно несанкционно. Такая тележка, говорит журналист, в Америке потянет на 400 долларов. Здесь у нас вышло 104 доллара. Выводы из контрольной закупки неожиданные политические. Вы разрушаете жизнь людей в их стране, и это то, что наши лидеры сделали с нами. А если вы придете в российский продуктовый магазин «Сердце зла» и увидите, сколько стоят вещи, как живут люди, это радикально настроит вас против наших лидеров. Какие еще ужасы можно найти в России? Ну как же, здесь больше нет Макдональдса. Грустный репортаж про его закрытие от CBS. Пользователь социальных сетей опубликовал эту фотографию холодильника, заполненного бургерами. Это напомнило нам о голоде по гамбургерам, которые испытывали россияне в 1990 году. Телеканал ностальгирует. Макдональдс потратил 14 лет и 50 миллионов долларов, чтобы превратить этот серый угол улицы Горького в пластиковую фантастическую Америку. По стечению обстоятельств мой отец был там. Он был сотрудником правительства США и приехал в Россию, чтобы увидеть открытие Макдональдса. И это был триумф Запада и его ценности над коммунизмом. А потом он закрылся. Но что произошло? Ну, на самом деле, он никогда не закрывался. Он просто стал российским. Такер решается на дегустацию. Мне нравится такая погода. Я заказал два чизбургера, большую колу, большую картошку фри и шоколадный торт. Возвращается с пакетом в машину. Вот сколько это стоит в Москве. 647 рублей. Это ровно 7 долларов. На Манхэттене примерно такой же набор обойдется в 18 долларов 25 центов. То есть 1680 рублей. В два с половиной раза дороже. О, отлично. Такой же вкус. В общем, вкусно и точка. Загадочную русскую душу Карлсон изучает на выставке «Россия», что на ВДНХ. Его привлекает вот этот стенд «Бурятия». Он вращает барабан, проникается духом истинного мультикультурализма. Такого Такера Карлсона еще не видели. Вот он, тот самый образ. В руках у меня, как и у Карлсона Ходак. Так называемый приветственный шарф, который дарят дорогим гостям. А это Дегелл – национальный бурятский костюм. Не только красивый, но и практичный. В нем ни холодно, ни жарко, а главное свободно. Он предназначен для верховой езды. Важный элемент в передней части называется Энгер. Защищает от ветра и наполнен глубоким символизмом. Верхний цвет синий символизирует небо и воду. Средний черный цвет символизирует землю и величие. А вот нижний красный цвет символизирует внутренний дух и жизненную силу. От бурятов в Эмираты. Карлсон на саммите в Дубае. Из России словно и не выезжал. Снова ругает Байдена. И вы задаетесь вопросом, как вы дошли до такого состояния, когда у вас есть некомпетентный президент, который снижает не только уровень жизни, но и продолжительность жизни. И никто не чувствует себя свободным, чтобы сказать об этом. А вот президент Путин на вопрос, кто для России лучше, Байден или Трамп, отвечает неожиданно. Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Это комплимент. Многие люди говорят, о боже, это так плохо. Нет, это хорошо. Господину Путину следует держаться подальше от наших выборов. Ну и Карлсуну Путин тоже дает характеристику. Опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Но он избрал другую тактику. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Опасный Карлсон продолжает делать опасные заявления. Такер Ричардович профессию не меняет. Цитируя советскую киноклассику, интурист хорошо говорит. Москва, где я никогда не был, самый большой город в Европе. 13 миллионов человек. И он намного красивее, чем любой город в моей стране. Я даже не представлял. Красота-то какая! Лепота! Роман Никифоров, Мария Солопова, Николай Савчин и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе».